Сейчас коротко о главных событиях. Эксперты американского банка Citigroup считают падение цен на нефть до 20 долларов за баррель маловероятным. Компания Apple осталась на лидирующей позиции в рейтинге американских компаний по размеру рыночной капитализации. Филиппины подпишут соглашение об участии в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Ну а теперь подробности этих и других новостей. Эксперты американского банка Citigroup считают падение цен на нефть до 20 долларов за баррель маловероятным и полагают, что подобный прогноз не следует рассматривать всерьез. По их мнению, единственной причиной столь значительного падения котировок нефти может стать рецессия в мировой экономике. При сценарии, в котором нефть будет стоить 20 долларов за баррель, практически все сланцевые месторождения в США станут убыточными. Такая же участь ждет и многие компании по всему миру, как следствие резкое снижение предложения. А это значит, если даже цены на нефть упадут до уровня в 20 долларов за баррель, то очень быстро произойдет отскок цен на фоне дисбаланса между спросом и предложением. Эксперты Citigroup ожидают, что к концу 2016 года цены на нефть будут находиться на уровне 55 долларов за баррель. Компания Apple осталась на лидирующей позиции в рейтинге американских компаний по размеру рыночной капитализации, пишет Wall Street Journal. На начало нынешнего года капитализация Apple составляла 640 миллиардов долларов, затем поднялась до 750 миллиардов, а к концу года снизилась до 600. Однако этого все равно было достаточно, чтобы сохранить за собой первое место. На втором месте корпорация Alphabet. Ее капитализация в настоящее время составляет 530 миллиардов долларов. На третьем месте Microsoft с рыночной капитализацией 450 миллиардов долларов. Корпорации Microsoft удалось обойти нефтяную компанию Exxon, которая ранее занимала вторую-третью строчку в рейтинге. В декабре этого года ее капитализация снизилась до 400 миллиардов долларов. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Продолжаем выпуск. Исследовательское агентство Маркетс сообщило о снижении в декабре производственного ПМА России до 48,7 пункта с 51,1 в ноябре. Сокращение произошло на фоне умеренного падения объемов производства первого за 4 месяца с одновременным сокращением новых заказов и занятости. Более того, сокращение закупочной активности привело к падению уровня сырьевых запасов. Между тем, ценовое давление усилилось, поскольку закупочные и отпускные цены увеличились, говорится в пресс-релизе Маркет. По мнению экспертов агентства, если в ближайшее время не будут приняты меры для повышения спроса на продукцию, то в начале года российские производственные компании столкнутся с еще большими проблемами. Филиппины подпишут соглашение об участии в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Об этом заявило правительство страны. Акционерный капитал Филиппин составит 196 миллионов долларов. Он будет внесен в течение пяти лет. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан по инициативе Китая. В настоящее время в нем участвует 57 стран. Наибольшее количество голосов в правлении банка принадлежит Китаю, Индии и России. Уставной капитал составляет 100 миллиардов долларов. Об официальном учреждении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций было объявлено 26 декабря. Свою деятельность банк начнет в январе 2016 года. 16-18 января в Пекине состоится первое заседание Совета управляющих банка. Народный банк Китая запретил некоторым иностранным банкам производить валютные операции. Запрет введен на три месяца, сообщает агентство Reuters. В список запрещенных операций включены услуги, связанные с межгосударственными, внутренними и офшорными сделками. В понедельник иностранные банки получили соответствующие уведомления. Китайский Центробанк пытается таким образом стабилизировать обменный курс национальной валюты по отношению к доллару и препятствовать оттоку капитала. Китайская валюта до 2005 года находилась на уровне 8,3 юаня за доллар. Затем она начала укрепляться. Летом 2014 года произошло ослабление китайского юаня. В августе этого года курс юаня за три дня снизился на 4,6%.